Доброго дня, дамы и господа, в эфире Дукаскопи ТВ. Меня зовут Владимир Бондарь. Сегодня мы говорим о трендах в сфере IT в 2015 году. У нас в гостях специальный гость Кирилл Еревец, основатель компании и генеральный директор innovation.com. Добро пожаловать, Кирилл. Здравствуйте, Владимир. Сразу перейдем к главному вопросу этого интервью и хотелось бы обсудить, какие тренды в IT мы можем наблюдать в этом году. На дигитальные тренды влияет развитие технологий, как мы ее используем. Если верить аналитикам, наступил золотой век смартфонов. Мы продолжаем движение в направлении мировой паутины веб 3.0. Сейчас веб 2.0. По существу это платформа, с помощью которой веб 3.0 с помощью профессионалов можно будет создать качественный контент и сервисы. Мировая паутина уже давно выходит за рамки нашего обыденного восприятия, что такое интернет. Все больше девайсов мы используем. Такие устройства, как браслет на руку для подсчета наших шагов, калорий, смартфоны, технологии умного дома. Все это вокруг нас создает невидимую паутину, в которой все больше устройств, которые мы используем каждый день и которые общаются между друг другом через интернет. Крилл, а все же можно выделить какие-то наиболее популярные тренды в этом году? Популярных трендов много. Я выделю три обширных направления. Первое направление – мобильное устройство. Все, что с ними связано. Платежи, дистанционное управление и последнее – сбор информации. Второе направление – клауд. Большие корпорации передвигают все возможные системы в облако для центрального доступа, для удобства работы и анализа информации. Третий направление – это wearables. Умные устройства, которые мы носим для подсчета шагов, калорий, сердцебиения. Это браслеты, это смарт-вотч и другие устройства. По оценкам экспертов, предполагают, что они затронут многие сферы нашей деятельности, такие как спорт, медицина, здоровье, ритейл, соцсети и так далее. Это новый виток в развитии умных устройств. С помощью этих маленьких устройств мы можем измерять пульс, звонить, принимать сообщения, общаться друг с другом. И это только самое начало. Кирилл, вы подчеркнули наиболее привлекательные и интересные тренды этого года. Скажите, могут ли они быть также существенно важными для инвесторов? Для инвесторов Forbes выделяет направления, на которые больше всего обращают инвестиционные компании. Направления такие как сбор данных, системы и сервисы, которые помогают определить проблемы у бизнесов, облачные сервисы или клауд-сервисы. Любые из этих сервисов, которые помогают управлять и синхронизировать информацию, такие как Gmail, Dropbox и так далее. Сервисы с мобильными платежами. Зачем нам носить с собой бумажники или пластиковые карты, когда у нас есть смартфон, который может заменить это все? Виртуальные деньги. Создаются новые дигитальные валюты, которые могут повлиять на мировой рынок и его взаимодействие. Мобильная реклама. От устройств, которые засекают ваш мобильный телефон, когда вы зашли в супермаркет, посылают на них рекламу. Для кого-то это покажется страшным, для других найдут это интересным и полезным. Слияние дигитальных площадок, маркетинг, пиар, SEO, социальные сети. Все эти платформы сливаются в один канал, так как они все взаимосвязаны, общаются друг с другом и грань между ними размываются. Также новые поколения социальных сетей. Не только Facebook, который мы хорошо все знаем. Каждый год появляется все больше популярных соцсетей, такие как WhatsApp, Viber, Snapchat, Tinder. Это далеко не все направления, которые сейчас интересны для инвестиций. О них можно говорить долго. В основном, думая о рынке инвестиций в IT-направление, мы должны думать о мобильных устройствах и о глобализации информации, и работая с ней. Спасибо, Кирилл, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо, Владимир. У нас в гостях был Кирилл Елевец, основатель компании Innovation.Home. Специально для Dukascopy TV. До новых встреч.